Здравствуйте! Наша сегодняшняя лекция будет посвящена опухолям яичников. И прежде всего необходимо сказать, что это очень актуальная тема. Женщины любого возраста могут страдать данной патологией. Это касается и новорожденных девочек, это касается женщин репродуктивного возраста и женщин уже преклонных лет, находящихся в постменопаузе. Абсолютно в любом возрасте могут возникать как опухолевидные образования яичников, так и истинные опухоли яичников. Временная диагностика и выбор правильной тактики ведения пациентов с этой патологией имеет очень большое значение. Особенно большое значение он имеет в наши дни, когда достаточно доступными стали точные методы исследования, такие как ультразвуковое исследование и магниторезонансная томография. Иногда бывает так, что пациентки первоначально по собственной инициативе обращаются в диагностические центры для проведения данных методов исследования, а не к врачок-шарогинекологу. И к врачок-шарогинекологу они приходят уже с результатами проведенного исследования. И очень важно правильно интерпретировать эти результаты, потому что в заключении мы очень часто видим что-то напоминающее уже готовый диагноз, то есть это может быть листа яичника, либо опухоль яичника. И, конечно же, в какие заключения они вызывают оправданную тревогу со стороны пациенток, а вот дело грамотного акушарогинеколога разобраться в данной ситуации и выбрать правильные практические действия. Необходимо опираться в выборе тактики ведения таких пациентов с опухолями и опухолевидными образованиями на современные клинические рекомендации. В настоящее время есть действующие клинические рекомендации, которые дают четкие ответы практически на любой вопрос, возникающий при работе с данной патологией. Ну и вот для того, чтобы научиться диагностировать, правильно лечить пациенток с опухолями яичников, как раз и предназначена наша сегодняшняя лекция. Давайте ее начнем. Опухоли яичников занимают второе место среди всех опухолей женских половых органов. На первом месте всегда стоял и продолжает оставаться мелом матки. Это доброкачественная опухоль, как правило, тело матки. Ну а на втором месте как раз стоят опухоли яичников. Доброкачественная патология, конечно же, составляет абсолютное большинство и это очень большой плюс. Примерно 75-80% всех опухолей яичников являются доброкачественными. В структуре заболеваемости опухоли яичников составляют чуть меньше 10%, от 6 до 8% наблюдений. Это как раз опухоли яичников. Опухолевидное образование. Мы с вами в течение нашей сегодняшней лекции узнаем, что такое опухолевидное образование, чем они отличаются от истинных опухолей. Так вот, опухолевидное образование, которое по сути опухолями не являются, представляет примерно треть всех случаев, когда мы обнаруживаем какое-то образование в области яичников. Прежде чем говорить о патологии, я бы хотел несколько слов сказать об анатомии, о норме. Потому что для того, чтобы понимать, что есть патология, а что патологией не является, необходимо представлять, что яичник это достаточно специфическая структура и в ней могут образовываться полости, заполненные жидкостью. Это фолликулы, это могут быть элементы желтого тела. Яичник является активно функционирующим органом. В нем протекают циклические процессы, которые приводят к структурным изменениям в яичнике. И необходимо отличать патологические образования в строме яичника, например, и норму, которые иногда бывают очень-очень похожи. Вот давайте несколько слов скажем о анатомии яичников. Вспомним анатомию яичников. Вы ее хорошо знаете, но, может быть, освежить в памяти полезно будет. Яичники это парное образование, находящееся с двух сторон от матки. Они находятся полностью в малом тазу. Имеют овоидную форму. Размеры яичников сложно определить четко, потому что они очень сильно меняются. И размеры яичников зависят от возраста и от фазы авариального менструального цикла, уже чем в репродуктивном возрасте. В течение жизни размеры яичников меняются. Наиболее крупные размеры яичники имеют в репродуктивном возрасте. У девочек в раннем детстве они небольшого размера. В возрасте становления менструального цикла они становятся достаточно крупными. И есть одна особенность в этом возрасте. Они могут содержать множество жидкостных включений. Это так называемые атлетичные фолликулы. И это является абсолютной нормой. Поскольку большинство циклов в возрасте становления месячных у девочек анабуляторные. И те фолликулы, которым не удалось эволировать, они сохраняются в строй яичника какое-то время. И находясь там, накапливаясь, они приводят к увеличению размеров яичников. Но они, правда, не превышают нормальные размеры. Но, тем не менее, все-таки размеры достаточно крупные. И структура яичника, если мы будем делать, например, ультразвуковое исследование, меняется. Они становятся напоминающими поликистозные яичники. Но для периода становления менструального цикла это считается совершенно нормальным явлением. В периоде постменопаузы яичники становятся маленькими. И представляют из себя практически скопление соединительной ткани. То есть представляют из себя стромальные компоненты. В основном функционирующих элементов постменопаузы практически нет. Но какое-то количество гормонопродуцирующих клеток все-таки в яичниках сохраняется и в этом возрасте. То есть они проявляют гормональную активность, но не такую уже выраженную, как в репродуктивном возрасте. И отсутствуют циклические изменения, как в репродуктивном возрасте. А вот у женщин в репродуктивном возрасте действительно яичники достаточно крупные. И они меняют свой размер в зависимости от фазы менструального цикла. Наибольший размер яичник имеет в середине менструального цикла перед эвуляцией, когда имеется антральный фоликул второго порядка графа, пузырек, который может достигать в размерах 1,5-2 см. И яичники, соответственно, становятся достаточно крупными именно в этот период, преобуляторный период. Какое бы ни было состояние, какая бы ни была фаза менструального цикла, размер яичников в любом измерении не должны превышать 4 см. 4 см – это максимальный нормальный размер яичника. Яичник имеет овоидную форму, поэтому его размеры несколько отличаются в разных плоскостях. Самым большим размером яичника является его длина от одного полюса до другого полюса. Размер яичника, как правило, составляет примерно 3-3,5 см. Как я уже сказал, он может достигать в некоторых случаях размера 4 см, но этот размер никогда не превышает. Ширина яичника от одного края до другого края составляет примерно 2,5-3 см. И толщина яичника от одной поверхности до другой поверхности составляет примерно 2-2,5 см. У яичника можно выделить несколько анатомических образований. Это два полюса. Полюса могут иметь разные названия в зависимости от того, о какой школе мы говорим, может быть анатомической или акушерско-гинекологической. Они могут иметь название нижний полюс и верхний полюс яичника. Иногда эти полюса называют маточным полюсом и трубным полюсом в зависимости от того, в какую сторону обращены эти полюса. Яичник немножко подвешен в малом тазу на подвешивающей связке и поэтому располагается обычно в физиологическом вертикальном положении пациентки в таком подвешенном каплеобразном состоянии, что немножечко на капельку похож. Поэтому имеется верхний полюс, который как раз связан с подвешивающей связкой и нижний полюс, который располагается несколько ниже в физиологическом положении пациентки. Если мы будем смотреть по близости к другим анатомическим образованиям, то мы можем нижний полюс назвать маточным, поскольку он ближе располагается к телу матки. И верхний полюс мы можем назвать трубным, потому что он располагается ближе к воронке маточной трубы. У яичника имеются два края. Один край связан с брыжейкой яичника. Брыжейка яичника называется мезоавариум и поэтому этот край называется брыжейчный край яичника. Иногда еще брыжейчный край яичника называют воротами яичника порта аварии по той причине, что через брыжейчный край яичник заходят все основные питающие образования. Это сосуды, это нервные окончания, это лимфатические протоки и соответственно поэтому брыжейчный край иногда называют воротами. И противоположный ему край обращенный в брюшную полость называется свободным краем, он ни с чем не связан и поэтому называется свободным или марголибером. Необходимо упомянуть, что яичник связан с окружающими образованиями. Это не только брыжейка, связывающая яичник с задним листком широкой маточной связки, а еще и связки. Это собственная связка яичника, она связывает нижний полюс с углом матки по задней поверхности и подвешивающая связка яичника, которая связывает верхний полюс со стенкой таза. Через подвешивающую связку яичника к яичнику подходит, да даже не к яичнику, а к придатку, подходит яичниковая артерия и там же идет параллельно яичниковая вена. Это достаточно крупные сосуды, поэтому обычно при удалении придатка или при удалении яичника обязательно пережимается подвешивающая связка яичника, поскольку там питающие кровеносные сосуды недостаточно крупные. Гистологическое строение яичника достаточно сложное. Несмотря на то, что яичник является очень небольшим образованием, имеющим максимальный размер 4 сантиметра, у него крайне сложное гистологическое строение, цитологическое строение, поскольку такого огромного количества разных видов клеток, пожалуй, невозможно найти ни в одном другом органе человеческого организма. Давайте взглянем на этот рисунок и разберемся, что же можно выделить в структуре яичника. На поверхности располагается так называемый покровный эпителий яичника. Его еще называют зародышевым эпителием или герминальным эпителием. Он представляет из себя однорядный кубический эпителий, напоминающий чем-то мезотели брюшины, но по сути мезотелием не являющийся. Яичник является органом брюшной полости, который брюшиной не покрыт. Связано это с тем, что в яичнике постоянно происходят циклические процессы, обуляция, и во время обуляции из изрелого фоллипола должна выйти яйцеклетка. Естественно, яйцеклетка должна находиться в брюшной полости для того, чтобы потом проникнуть в просвет маточной трубы. Естественно, если бы яичник находился в забрюшинном пространстве или был бы покрыт брюшиной, то это было бы невозможно. Поэтому яичник брюшиной не покрыт. Он покрыт особым видом эпителия, однорядным кубическим зародышевым эпителиям. Под зародышевым эпителиям находится так называемая белочная оболочка туника альбегина. Белочная оболочка представляет из себя своеобразную капсулу яичника. Это достаточно плотная соединительно-тканная оболочка, которая представляет как бы из себя такой внешний скелет яичника, придает ему форму, так скажем, огоидную. Толщина белочной оболочки совершенно небольшая. Она, как правило, составляет всего несколько миллиметров. И под белочной оболочкой находится строма яичника. Строма яичника состоит из двух частей. Это корковая часть строма яичника и мозговая часть строма яичника. Корковый слой строма яичника представляет из себя переплетающиеся соединительно-тканные элементы, которые переплетаются таким образом, что образуются очень мелкие ячейки, очень небольшого размера ячейки. И внутри этих мелких ячеек могут поместиться очень небольшие структурные образования, такие как, например, примордиальные фоллипоры. Здесь вы можете видеть как раз корковый слой строма яичника и содержит в себе весь овариальный резерв. Весь резерв примордиальных фоллипулов, то есть незрелых фоллипулов, из которых потом возникают зрелые фоллипулы и внутри них созревают уже яйцеклетки. Внутри, в глубине, так скажем, строма яичника, в центре яичника находится мозговой слой стромы, который тоже представляет из себя также как корковый слой переплетения соединительно-тканных образований волокон. Но только здесь ячейки образуются уже более крупные и поэтому в мозговом слое могут располагаться и располагаются более крупные анатомические образования. Это кровеносные сосуды, лимфатические образования, нервные окончания здесь же располагаются крупные части нервных окончаний. И здесь же в мозговом слое находятся части крупных уже растущих фоллипулов, антральных фоллипулов, которые содержат полость. Это фоллипулы антральные первого порядка и второго порядка. Графол, пузырьки. Здесь же находятся желтые тела яичника. И, соответственно, здесь происходит контакт этих образований крупных с кровеносными сосудами. Забегая вперед, сразу скажу, что гормоны стероидные гормоны, женские половые гормоны, которые вырабатываются в яичнике, продуцируются клетками оболочек фоллипулов и желтыми телами. И поэтому вот такой контакт, который образуется именно в мозговом слое стромы, контакт между крупными фоллипулами, желтыми телами и кровеносными сосудами, приводит к тому, что стероидные гормоны проникают в кровоток, попадают непосредственно в кровь и оказывают уже свое влияние на весь организм женщины. Но, к сожалению, такая вот близость кровеносных сосудов к этим образованиям приводит к тому, что возможно кровоизлияние. Трома яичника, это так называемая апоплексия яичника, но это, так скажем, неизбежность. Это состояние, так скажем, обратимое, то есть организм может справиться с таким кровотечением, но, тем не менее, оно может быть и иногда, в некоторых случаях, к сожалению, для остановки такого кровотечения требуется оперативное вмешательство. Продолжая говорить о гистологическом строении, необходимо упомянуть, что названные элементы яичника имеют совершенно разное цитологическое строение. То есть, в данном случае мы говорим о клеточном составе. Он многообразный. Мы уже сказали, что в яичнике есть эпителиальная ткань. Она находится на поверхности яичника. Это так называемые зародышевые эпители. Есть достаточно большое количество соединительной ткани. Это стромы яичника, это белочная оболочка. Есть гормонопродуцирующие клетки, которые образуют оболочки фолликулов и входят в состав желтого тела. Это бурнулезные клетки или зернистые клетки, представляющие себя внутреннюю выстилку фолликула. И текоклетки, которые окружают фолликулы, это внешняя оболочка. В текоклетках и в гормолезных клетках происходит стероидогенез, то есть синтезируются женские половые гормоны, стероидные гормоны. В текоклетках андрогенные предшественники, эстрогенов, слабые андрогены. В зернистых клетках фолликулов, в гормолезных клетках происходит ароматизация предшественников и окончательное уже их превращение в эстрогены. Кроме этого, в строме яичников находится небольшое количество клеток серталили и эдига, которые могут продуцировать достаточно активный андроген и тестостерон, в частности. Кроме этого, в яичнике находятся не только зрелые яйцеклетки, но и незрелые яйцеклетки, первичные яйцеклетки. Это внутри примордиальных фолликулов они находятся. Они содержат диплоидный набор хромосом, а не гоплоидный, как в зрелых половых клетках. И, соответственно, они тоже находятся внутри яичников в достаточно большом количестве. Кроме перечисленных специфических для яичника элементов, в яичнике находятся кровеносные сосуды, нервные окончания, лимфатические элементы. Небольшое количество жировой ткани может находиться в яичнике. Для чего необходимо знать вот такой тканевой состав яичника? Дело в том, что из любого клеточного элемента, находящегося в яичнике, может происходить опухоль. Количество опухолей, количество видов опухолей, которые имеются в таком небольшом органе в яичнике, огромное. Вот здесь, на этом слайде, вы можете видеть, что из поверхностного эпителия, а также из клеток стромы, входящих в состав белочной оболочки, могут происходить эпителиальные опухоли, такие как серозные цистоденомы, эмоционозные цистоденомы. Кроме этого, могут быть и некоторые другие виды опухолей, которые здесь тоже перечислены. Они могут быть как доброкачественными, так и злокачественными. В частности, рак, например, яичника тоже может происходить из эпителиальных клеток. Об этом мы тоже будем говорить. Из гормонопродуцирующих клеток происходят опухоли, так называемые гормонопродуцирующие, или из стромополового тяжа, они еще официально так называются. Это гормолезоклеточные опухоли, текоклеточные опухоли, это андробластомы, происходящие из клеток серталилейдига, некоторые другие виды опухолей. Из незрелых половых клеток, которые могут быть в премордиальных фолликулах, происходят дисгерминомы, хориокарциномы, зрелые и незрелые таратомы. Перечисленные опухоли, также часть из них злокачественные, часть из них доброкачественные, но количество этих опухолей, конечно же, огромное. Если мы посмотрим с вами на классификацию опухолей, которая применяется в настоящее время в клинической практике, а это гистологическая классификация опухолей яичников, то можно обратить внимание, что она очень большая. Здесь есть и названные нами эпителиальные опухоли, здесь есть и опухоли тромно-полового тяжа, стромально-клеточные опухоли. Причем обращу ваше внимание, что вот эта часть классификации, она только является первой половиной. И на следующем слайде, в слайде вы увидите продолжение этой классификации. Здесь видите герминогенные опухоли, происходящие из незрелых половых клеток. Это и другие опухоли, которые здесь указаны, как опухоли сети яичника, например. Имеются также лимфоидные, гемопоэтические опухоли. И все это опухоли, которые могут быть в яичнике. Вы видите, мы перечислили только группы опухолей, а видов опухолей гистологических огромное-огромное количество. И связано это с тем, что количество клеточных элементов в яичниках очень-очень большое. Конечно же, использовать такую громоздкую классификацию для разбора этой темы, я думаю, будет нецелесообразно, поскольку для того, чтобы получить первоначальное представление об опухолях яичников, достаточно будет использовать модифицированные некоторые классификации. Они тоже имеются. И я предлагаю воспользоваться классификацией гистогенетической, так называемой, по фаненштилю, на основе классификации фаненштиля. Фаненштиль предложил эту классификацию достаточно давно, в конце 19 века. И первоначальная классификация, которая была предложена патологоанатомом фаненштилем, она была достаточно усеченной. Потом она дополнялась другими группами, и в настоящее время она превратилась в ту самую патологическую классификацию опухолей яичников. Но в основе все равно лежит первоначальная классификация гистогенетическая, вот именно эта по фаненштилю. Я предлагаю эту модифицированную, немножечко измененную, так скажем, классификацию, в основе которой лежит классификация фаненштиля, использовать для изучения нашей темы. И здесь вы можете видеть следующее. Достаточно большая группа опухолевидных образований, кисты. И вторая большая группа, это истинные опухоли яичников. Именно в такой последовательности мы и будем разбирать эту тему. Но сначала мы будем говорить об опухолевидных образованиях. Потом мы будем говорить о доброкачественных истинных опухолях яичников. И во второй части нашей лекции мы будем говорить о злокачественных опухолях яичников. Здесь вы видите, что среди истинных опухолей мы выделяем те же самые группы, которые видели в гистологической классификации. Но здесь уже именно гистогенетическая классификация подчеркивает происхождение этих опухолей. Не гистологическое строение окончательное, а то, из какого вида ткани происходит данная опухоль. И здесь вы видите эпителиальные опухоли. То есть говорят это о том, что они происходят из эпителия, находящегося в яичнике. Здесь мы видим с вами цигительно тканные опухоли яичников. То есть происходят они из соединительной ткани, из клеток стром, главным образом. Герминогенные опухоли, то есть происходящие из незрелых половых клеток. По-другому еще можно сказать зародышевых клеток. Или они еще называются оогенные. Это больше еще подчеркивает их происхождение. Незрелые половые клетки, оогенные опухоли. И, наконец, опухоли строма полового тяжа или по-другому гормонпродуцирующие опухоли. Соответственно, представляют четвертую большую группу в этой классификации. Ну и, конечно же, вы видите, что здесь есть еще небольшая такая группка, очень интересная. Это образование, опухолевидное образование, ну даже сложно сказать яичников, потому что в данном случае речь идет об образовании придатков матки. В придаток матки входит, кроме яичника, еще и маточная труба и связочный аппарат. Так вот, здесь, вне этой классификации, находятся образования, такие как пароавриальные кисты, или еще их иногда называют в литературе паротубарные кисты, и тубоавриальные воспалительные опухоли, или абсцессы, тубоавриальные абсцессы. Главным образом, вот эти вот образования, они связаны с маточной трубой и с образованиями, находящимися между листками широкой маточной связки. Если речь идет, например, о пароавриальных кистах, то это кисты, происходящие из лугиментарных остатков эмбриональных образований, находящихся между листками широких маточных связок. Тубоавриальные абсцессы, они представляют у себя прежде всего скопление гноя, находящееся в просвете маточной трубы. Ну и, конечно же, могут быть пиавары, то есть это скопление гноя, находящееся в строме яичника. Иногда это бывает общим образованием, так скажем, то есть это и гной, находящийся в маточной трубе, и одновременно и в яичнике. Но почему эти образования, хотя они непосредственно, может быть, и не связаны, или не всегда связаны с яичником, находятся в классификации апополичников? Дело в том, что клинически и без применения точных современных методов исследования, таких как ультразвуковое исследование, магнитно-издонансная томография, практически невозможно отдифференцировать эти образования, находящиеся часто рядом с яичником, с опухолями самого яичника. Даже если говорить более точно, иногда при крупных образованиях, находящихся, например, между листками широкой маточной связки, это пара в реальные кисты, не всегда даже с помощью современных методов диагностики, того же самого ультразвукового исследования, можно четко сказать, является ли это образование исходящим из яичника, то есть имеющим связь с яичником, или оно располагается вне непосредственной структурной связи с яичником, только, например, между листками широкой маточной связки. Иногда из-за больших размеров яичник находится на поверхности этого образования, и врач ультразвуковой диагностики не может четко сказать, есть ли структурная связь с яичником или нет. Иногда это выясняется только во время операции. То же самое касается и тубоавориальных процессов, только выражен спаечный процесс, что очень часто этот конгломерат воспалительный включает в себя и маточную трубу, и яичник, и разобраться, иногда даже во время операции, что мы видим перед собой, бывает достаточно сложно. То есть настолько все спаяно, связано друг с другом, то представляет из себя такой единый конгломерат, включающий в себя в том числе и яичник. Именно по этой причине вот эти образования находятся в этой классификации опухолей яичника. Для того, чтобы всегда помнить, что они могут быть, что не всегда можно дифференцировать, так скажем, анатомическое расположение четкое, опухоль ли это яичника или рядом расположенная опухоль, мы видим вот эти образования здесь в этой классификации. Давайте теперь более конкретно и предметно поговорим о поддельных видах опухолей и опухолевидных образований яичника. И начнем мы с вами с первой большой группы, это опухолевидные образования, они же еще называются кистами яичников. Но прежде всего необходимо понимать, чем же кисты отличаются от истинных опухолей яичников. Кисты представляют собой ретенционное образование, возникающее в результате накопления жидкости внутри яичника и увеличивающиеся в размерах без пролиферации клеточных элементов. В отличие от истинных опухолей, в структуре кисты практически отсутствуют пролиферирующие клеточные элементы. Именно это является основным отличительным признаком кисты, который отличает кисту от истинной опухоли. В любой истинной опухоли есть пролиферирующие клеточные элементы, именно они представляют собой основную структуру опухоли. В любой кисте нет пролиферирующих клеточных элементов. Почему же кисты и истинные опухоли следует отличать друг от друга? Что в них общего? А общее в них то, что и кисты, и некоторые виды истинных опухолей могут содержать в себе жидкость. В кистах это единственный, пожалуй, элемент, за счет которого сама киста образуется и увеличивается в размерах. Это скопление жидкости. А в опухолях клетки, представляющие из себя саму опухоль, могут продуцировать эту жидкость. И эта жидкость накапливается, она входит в структуру опухоли, и поэтому опухоль становится похожей на кисту. Иногда точно сказать, что это за образование киста или истинная опухоль, похожая на кисту, можно только при гистологическом исследовании. То есть даже осматривая опухоль, осматривая кисту в некоторых случаях, визуально, проводя исследование после операции, например, вскрывая эти образования, мы точно не можем сказать, что перед нами киста или истинная опухоль, содержащая жидкость в себе. Только при гистологическом исследовании, когда гистолог видит, что имеются клеточные элементы, иногда с пролиферацией, можно точно сказать, что это за образование. По этой причине истинные опухоли, содержащие в себе жидкость, раньше называли кистомы, то есть опухоли, напоминающие кисты. В настоящее время, по современным клиническим рекомендациям, не поддерживается старый термин кистома, он заменен таким более серьезным термином цист-аденома, и сделано это преднамеренно, для того, чтобы как раз убрать эту связь между опухолями и опухолевидными образованиями, которые иногда вносят небольшую путаницу в такте поведения женщин. То есть иногда женщин с кистами начинают вести так, как женщин с истинными опухолями, которые содержат жидкость, то есть с кистомами, по старой терминологии. А у самих женщин вот эти понятия кистома и киста они сливаются в единое целое, то есть любое жидкостное образование в личнике называется киста, и женщины пугаются. Этих, в общем-то, терминов не всегда оправданы, потому что кисты, они такой опасности, как истинные опухоли, не представляют, и тактика их ведения абсолютно отличается от истинных опухолей. В то же самое время истинные опухоли, напоминающие кисты, они требуют серьезного внимания, иногда достаточно быстрых действий. И для того, чтобы немножко придать значение этому термину, отказались от старого термина кистома, и заменили его новым термином цист-аденома. Но сейчас мы с вами будем говорить только о кистах, то есть, подчеркиваю еще раз, мы будем говорить не об истинных опухолях, а об опухолевидных образованиях, то есть о скоплениях жидкости в строме яичника. Чаще всего кисты имеют дисгормональную природу, возникают в таких случаях при нарушениях менструального цикла, либо они могут иметь еще и воспалительную природу, и в этом случае они возникают в результате транссудации жидкости при воспалительном процессе. Мы различаем несколько видов кист. Самое частое образование опухолевидное это фолликулярные кисты. Их частота составляет примерно треть от всех случаев доброкачественных опухолей и опухолевидных образований, которые мы можем увидеть в яичниках. Имеют размер от 2 до 10 сантиметров в диаметре, но фолликулярной кистой мы будем называть такое образование, которое превышает 4 сантиметра, потому что до 4 сантиметров это все-таки фолликул. А в случае, если наблюдается дальнейшая персистенция фолликула, то есть дальнейшее существование этого фолликула, если он увеличивается в размерах, то действительно мы уже начинаем говорить о фолликулярной кисте. Источником фолликулярных кист являются фолликулы, зреющие фолликулы, персистирующие фолликулы и атрезирующие фолликулы. Фолликул, который существует дольше так скажем двух недель, то есть его существование переходит за середину менструального цикла, в случае, если не произошла овуляция, превращается в атеротичный фолликул. Его размеры, как правило, небольшие, меньше 2 сантиметров, но тем не менее, все-таки по определению можно назвать это тоже жидкостным включением и небольшой фолликулярной кистой, так скажем. Чаще всего все-таки фолликулы, фолликулярные кисты имеют более крупные размеры, от 4 до 10 сантиметров, но, как правило, никогда не превышают 10 сантиметров в диаметре. Почему размер фолликулярных кист ограничен 10 сантиметрами? Дело все в том, что толщина стенки фолликулярной кисты очень маленькая, очень тонкая, она очень небольшая. Стенка фолликулярной кисты представлена небольшой, достаточно растянутой фиброзной капсулой. Это, по сути, не что иное, как белочная оболочка. И поэтому растяжение кисты больше 10 сантиметров часто приводит к ее разрыву. Растягиваться больше практически киста не может. И поэтому 10 сантиметров часто оказывается максимальным размером фолликулярной кисты. Фолликулярные кисты всегда однокамерные. Они имеют гладкую поверхность, эластическую, но достаточно напряженную консистенцию. Они подвижные, они не связаны с окружающими тканями, если не было какого-то предшествующего патологического процесса. Например, если спаек не было до образования фолликулярной кисты, то само возникновение фолликулярной кисты к образованию спаек не приведет. Рост фолликулярных кист происходит только за счет накопления жидкости. И причиной накопления этой жидкости является транссудация жидкой части крови из кровеносных сосудов. Может возникать при нарушении процесса овуляции и дальнейшей персистенции фолликулов. Либо это может быть следствием воспалительного процесса, когда воспалительный транссудат накапливается внутри полости фолликулов. Содержимом фолликулярных кист является прозрачная жидкость желтоватого цвета, напоминающая сыворотку крови. Сыворотка крови на латинском языке называется сером. Поэтому иногда такая жидкость просто для краткости называется серозной жидкостью. Серозное содержимое. То есть это содержимое, напоминающее сыворотку крови. прозрачное, желтоватого цвета, с водянистой консистенцией жидкости. Возраст, в котором могут возникать фолликулярные кисты, абсолютно любой, но чаще всего кисты возникают тогда, когда имеются какие-то гормональные нарушения, так скажем. Это возраст становления менструального цикла, то есть могут возникать у подростков, у девочек, а также в период преми на паузы, то есть в возрасте от 40 до 50 лет. Однако с появлением точных методов диагностики, таких как УЗИ, например, стало понятно, что фолликулярные кисты могут возникать абсолютно в любом возрасте. То есть нельзя говорить, что возникновение фолликулярных кист ограничено каким-то возрастом. Они просто могут чаще встречаться в подростковом возрасте, например, и в периоде преми на паузе, но и в других возрастах, в том числе даже иногда и у новорожденных девочек и даже иногда в антенатальном периоде, то есть перед родами, также могут возникать фолликулярные кисты. Следующим видом кист являются так называемые лютеиновые кисты. Они встречаются реже, чем фолликулярные кисты. Как вы видите на этом слайде, частота их возникновения по оценкам разной литературы составляют от 2,5 до 6 процентов всех доброкачественных опухолей. Их размеры редко превышают 6 сантиметров в диаметре. Они крайне редко бывают больше. Происходят они из желтого тела яичников и в принципе по структуре они очень напоминают фолликулярные кисты. Точно так же они образуются за счет накопления жидкости в полости кисты. Но в отличие от фолликулярных кист, как вы можете заметить здесь на этом рисунке, кисты желтого тела или лютеиновые еще называют кисты, они окружены элементами желтого тела. И поэтому стенка этих кист кажется более толстой. Но на самом деле стенка такая же тонкая, она представлена лишь фиброзной мембраной, но только окруженной элементами желтого тела. Сами элементы желтого тела в структуру кисты как правило не входят, то есть они как бы только окружают, находятся вокруг этой кисты. Содержимым кист может стать либо серозная жидкость, такая же, как вот было описано в фолликулярных кистах прозрачная желтоватого цвета, либо еще может быть жидкость с небольшим примешиванием геморрагического компонента. При образовании желтого тела после овуляции иногда происходит разрыв мелких кровеносных сосудов, капилляров, и внутри желтого тела может находиться небольшое количество геморрагического компонента. И вот это геморрагическое содержимое может в том числе находиться внутри лютеиновых кист. Иногда из-за того, что внутри лютеиновые кисты находится вот такое геморрагическое части содержимое, а иногда это содержимое находится внутри кисты достаточно долго, и оно темнеет, становится иногда более темным, густым даже иногда становится. Эти кисты путают с эндометриоидными кистами, с эндометриомами, потому что в эндометриоидных кистах тоже содержится густое, темное содержимое, по сути, являющееся видоизменной кровью. Так вот, содержимое кист желтого тела, оно более жидкое, но не настолько густое, как бывает, например, в эндометриоидных кистах, эндометриомах. Но иногда, иногда, во время операции действительно ошибочно эти кисты принимаются за небольшие эндометриомы, но гистологи при гистологическом исследовании уже четко видят, что в структуре элементов, входящих в стенку этой кисты нет эндометриоидной ткани, и поэтому диагноз уже проясняется только после гистологического исследования. Людвиновые кисты точно так же, как фолликулярные, всегда однокамерные, имеют гладкую поверхность, эластическую консистенцию. Возраст их возникновения ограничивается только репродуктивным возрастом, и возникают они в возрасте, когда у женщин возможны овуляции, то есть это возраст от 16, в большей части до 45 лет, но иногда овуляции бывают и дольше немножечко, и в этом случае возможно найти кисту желтого тела в возрасте 50 лет. Причинами возникновения кист желтого тела могут быть разные процессы, может быть воспалительный процесс, в этом случае происходит просто транссудация жидкой части крови внутрь желтого тела, но в части случаев эта транссудация связана с усилением кровотока внутри желтого тела, и вот этот процесс уже происходит под влиянием гормональной стимуляции, под влиянием хорионического гонадотропина, и чем больше хорионического гонадотропина, тем больше выражен процесс транссудации жидкой части крови в желтое тело, такое бывает как при обычной беременности, особенно многоплодной беременности, когда уровень ХГЧ выше, так и при патологических процессах, связанных с оплодотворением, это так называемая трофобластическая болезнь, причем обе формы трофобластической болезни, доброкачественный пузырный занос и хориокарцинома, злокачественная форма трофобластической болезни, оба этих процесса сопровождаются повышением уровня хорионического гонадотропина и могут приводить к появлению лютеиновых кист. Во время беременности образование таких кист желтого тела не является редкостью, как правило, они возникают на тех сроках, когда уровень ХГЧ достигает своих максимумов, своих максимальных значений, это срок примерно 8-10 недели беременности, дальше наблюдается небольшое плата и потом, постепенно, после 12-й недели беременности, уровень ХГЧ начинает снижаться. Соответственно, когда уровень ХГЧ максимален примерно к 8-й неделе, могут формироваться такие вот кисты желтого тела. Они, конечно, формироваться начинают чуть раньше, уже на сроке 5-6-й недели беременности можно заметить небольшие жесткостные включения в яичнике, но к 8-й неделе они могут достигать достаточно крупных размеров и могут превышать 4 см, что и относит их уже к патологическим образованием. Но поскольку это является достаточно частым событием во время беременности, иногда мы говорим о том, что кисты желтого тела это, в принципе, может быть даже и вариант нормы. И относиться к ним нужно с определенным спокойствием, выжидательно не бросаться лечить каждую кисту желтого тела. И, конечно же, с течением времени, когда уровень ХГЧ снижается, постепенно такие кисты уменьшаются в размерах и могут полностью исчезать. Крайние, так скажем, экстремальные случаи возникновения кист желтого тела, иногда многочисленных кист желтого тела, связаны с огромными количествами уровня хорианического гононотропина, наблюдающегося при трофобластической болезни. И в этом случае это не просто лютеиновые кисты или кисты желтого тела, а это специальный термин в этих случаях используется особое название так называемые теколютеиновые кисты. Теколютеиновые кисты могут возникать при хориокарциноме либо при пузырном заносе. Это варианты трофобластической болезни и оба этих варианта сопровождаются значительным повышением хорианического гонотропина. Здесь на этом слайде на этой картиночке вы можете видеть основной очаг опухоли это хориокарцинома тела матки и вы видите двусторонние теколютеиновые кисты с двух сторон имеют огромные размеры. Необходимо сказать, что так же как во время физиологической беременности возникновение теколютеиновых кист крайне редко является показанием для проведения какого-то специального лечения или оперативного лечения например. Как правило лечение основного заболевания лечения трофобластической болезни это удаление пузырного заноса либо проведение лечения по поводу хориокарциномы приводит к исчезновению теколютеиновых кист. Конечно есть показания для оперативного лечения теколютеиновых кист но это бывает не всегда и необходимо сказать что это бывает в редких случаях когда действительно становится необходимо оперативное лечение самих теколютеиновых кист. Чаще всего на фоне лечения основного заболевания они исчезают. Еще один вид опухолевидных образований по классической так скажем классификации опухолей и опухолевидных образований яичников это эндометриоидные кисты. в настоящее время произошло небольшое изменение и эндометриоидные кисты во-первых уже не являются опухолевидными образованиями а относятся к истинным опухолям яичников а во-вторых поменялось их название для того чтобы подчеркнуть более внимательное отношение к этому виду ретенционных образований мы не называем теперь эти образования кистами а мы называем их словом которое указывает на то что они относятся в группу истинных опухолей это эндометриомы эндометриомы это истинные опухоли поскольку если руководствоваться определением истинных опухолей и определением кист то эндометриомы не укладываются в определение кист ну так скажем в чистом понимании этого термина да действительно в эндометриомах рост этого образования происходит за счет накопления содержимого так же как это происходит и в типичных кистах фолликулярных например или лютериновых но в эндометриомах всегда есть пролиферация клеточных элементов но пролиферация не постоянная так скажем как это бывает в истинных опухолях а пролиферация которая происходит циклически под влиянием изменяющегося количества женских половых гормонов на протяжении фаз ментуального цикла но пролиферация является все-таки преобладающим процессом в эндометриомах и наличие этой клеточной пролиферации позволяет отнести эндометриому к истинным опухолям характер клеток которые пролиферируют в эндометриомах позволяет отнести их в группу эпителиальных опухолей яичников то есть в принципе эндометриоидные элементы эндометриоидной гетеротопии в данном случае являются аналогом железистой оболочки полости матки эндометрия а это эпителиальная ткань железистый эпителий эндометрия и здесь в данном случае тоже есть железистый компонент эстромальные компоненты эпителемальные эпителиальные клетки и поэтому эндометриомы в настоящее время относятся в группу истинных опухолей ну здесь я специально сохранил этот слайд в группе опухолевидных образований для того чтобы вы понимали что раньше эндометриомы относились в группу кист и в то время когда впервые описывали эндометриоидные вот эти опухоли у них было такое достаточно странное но интересное название их называли шоколадные кисты яичников почему шоколадные кисты почему такое какое-то несерьезное название дело в том что содержимым эндометриом является видоизмененная кровь которая меняет как бы свои свойства внешние свойства в результате длительного нахождения внутри полости эндометриомы она становится темной густой и напоминает по своему составу по своему как бы внешнему виду жидкий шоколад вот почему назвали эти кисты шоколадными образуются эндометриомы в результате поражения яичника эндометриозом это так называемый наружный эндометриоз генитальный наружный генитальный эндометриоз об этом заболевании вы конечно же слышали и могли послушать лекции наших преподавателей по этому заболеванию и примерно представляете патогенез эндометриоза вы знаете что при эндометриозе ткань напоминающая по своему строению и функциям эндометрии находящейся в полости матки появляется за пределами полости матки и вот одной из таких локализаций за пределами полости матки является яичник кай напоминающий эндометрии находящиеся в яичнике функционируют точно так же как эндометрии в полости матки под влиянием эстрогенов пролиферируют под влиянием прогестерона подвергаются секреторной трансформации во время месячной когда уровень эстрогенов и прогестерона снижается возникает дескламация части так скажем, эндометриоидной гетеротопии с возникновением небольшого кровотечения, точно так же, как это наблюдается в полости матки во время месячных. И вот такая, условно говоря, небольшая менструация внутрь очага, в окружающий очаг ткани приводит к накоплению геморрагического содержимого в строме яичника или иногда внутри фолликула такая жидкость может накапливаться при поражении стенки фолликула, например, или при поражении стенки фолликулярной кисты эндометриозом, эндометриоидной гетеротопией. И длительное нахождение вот этой излившейся крови, полость эндометриомы, приводит к формированию типичного содержимого, такого напоминающего шоколад густого геморрагического содержимого. Постепенно накопление все больших и больших объемов геморрагического содержимого приводит к увеличению размеров эндометриомы. Рост ее происходит преимущественно как раз за счет накопления жидкости, а не за счет избыточной пролиферации, как это может быть при некоторых видах опухолей яичников, которые, например, без жидкостного элемента развиваются, а только за счет стромального компонента. И вот здесь такой интенсивной пролиферации клеточной, конечно, не наблюдается, поскольку пролиферация сменяется секрецией, потом дискломацией, и рост этих опухолей происходит за счет накопления вот этого геморрагического содержимого. Этим эндометриоидные кисты отличаются от других, так скажем, истинных опухолей. Но, тем не менее, наличие пролиферации в настоящее время послужило причиной того, что больше мы не называем эти образования эндометриоидными кистами, а мы, если мы в группу истинных опухолей, называем эндометриомами. Ну и еще один повод для того, чтобы придать серьезности отношению к этим образованиям, к эндометриомам, это то, что в части случаев эндометриомы способны малигнизировать и превращаться в эндометриоидный рак. К чему не способны кисты яичников. То есть еще один повод отнести эндометриомы к истинным опухолям – это вероятность и возможность их малигнизации. Кисты же яичников не малигнизируют никогда. В классификации мы можем найти с вами еще одну патологию, которая связана с образованием ритенсорных каких-то включений в строме яичника. Это так называемый поликистоз яичников или мультифолликулярная дегенерация яичников, как ее называли раньше. В настоящее время мы говорим о поликистозе яичников. Это состояние, при котором внутри яичника накапливается большое количество жидкостных включений. Как правило, размер каждого из этих включений небольшой. Полости этих образований могут быть полтора сантиметра, могут быть и меньше даже, один сантиметр, полсантиметра. Максимального размера они достигают два с половиной, ну может быть три сантиметра в некоторых случаях, но крайне редко. Однако накопление в яичнике, в структуре яичника, большого количества вот таких вот жидкостных включений приводит к тому, что общий размер яичника становится большим, крупным. И когда мы обследуем пациентку, мы видим, что размер яичника превышает норму. То есть они становятся больше 4 сантиметров в каком-то измерении. И вот это как раз приводит к тому, что мы вынуждены проводить дифференциальную диагностику между истинными опухолями и какими-то референционными образованиями яичника. Поликистоз, накопление в яичнике большого количества не овулировавших фолликулов, или атротичных фолликулов, связанных с нейроэндокринными расстройствами, как правило, приводящими к ановуляции. Прежде всего, типичным примером можно назвать клерополикистоз яичников или болезнь Штейна-Лементали. Кроме этого, поликистоз может формироваться, например, при врожденной дисфункции коры надпочечников, или как раньше называли это состояние адреногенитальный синдром. Как правило, у этих пациенток с поликистозом яичников, с болезнью поликистозных яичников, с синдромом поликистозных яичников при врожденной дисфункции коры надпочечников, кроме всех остальных изменений, наблюдается еще и ановуляция и формирование поликистоза, то есть накопление в яичнике большого количества жидкостных включений. В данном случае поликистоз не является самостоятельной патологией, а является лишь проявлением, клиническим проявлением основной патологии. Это нейроэндокринные заболевания, сопровождающиеся нарушением регуляции менструального цикла и приводящие к нарушению овуляции. В классификации опухолеичников, как я уже говорил, вне классификации находятся два состояния. Это паравриальные кисты и тубавриальные абсцессы. О тубавриальных абсцессах вы уже слышали в лекции, посвященной воспалительным заболеваниям женских половых органов. А вот о паравриальных кистах вы пока еще не слышали. Я бы хотел поговорить немножечко об этих образованиях как раз в нашей сегодняшней лекции. Иногда паравриальные кисты называют паратубарными кистами, поскольку, как вы здесь даже на рисунке на этом можете видеть, это образование располагается точно так же по отношению к яичнику, как и к маточной трубе, то есть рядом с этими образованиями паравриальные киста, то есть киста, расположенная рядом с яичником, или другое название этой кисты – паратубарная киста. Это киста, расположенная рядом с маточной трубой. На самом деле киста эта располагается между листками широкой маточной связки. Вот здесь вы видите один листок широкой маточной связки, и здесь вы видите другой листок широкой маточной связки. Образование это возникает из рудиментарных остатков первичной почки. Остаются небольшие канальцы мезомные афросам. Это канальцы слепые, они не функционирующие у взрослого человека. У эмбриона-то действительно это такая вот пермичная почка, так скажем, которая закладывается, но потом превращается в элементы мочеводелительной системы и полового тракта. При определенном, так скажем, развитии у женщин же остаются лишь рудименты этого образования мезо-нефроса, и, соответственно, они остаются между листками широкой маточной связки, ближе к дистальному концу маточной трубы в мезосампингсе, и представляют у себя эпиофоран и параофоран, так называемые образования анатомические, эпиофоран и параофоран. Но вот в некоторых случаях, пока по неизвестным до конца причинам, может возникать накопление жидкости внутри этих слепых канальцев. И продолжительное накопление большого количества жидкости внутри этих канальцев приводит к формированию замкнутой ретенционной полости, ретенционной кисты. Вот такая киста называется как раз параофориальной кистой. Частота ее возникновения составляет от 10 до 20% случаев всех доброкачественных образований. В области придатка, давайте так говорить, не ничников даже, а в области придатка. Величина ее бывает иногда достаточно крупной, но чаще всего она не превышает 8 см в диаметре. Но вот мне в клинической практике встречались, например, параофориальные кисты, имеющие достаточно крупный размер, 10 см и иногда даже побольше. Но это бывает редко. Рост ее происходит за счет накопления жидкости. Жидкость, накапливающаяся внутри параофориальной кисты, это серозная жидкость, о которой мы уже с вами говорили, когда разбирали фолликулярные кисты и лютеиновые кисты. Точно такая же жидкость, прозрачная, желтоватая. Они всегда однокамерные. Они тонкостенные, имеют округлую форму, тугоэластическую консистенцию. И поскольку располагаются они внутри связки и окружены еще и другими связками, там есть подвешивающая связка, собственная связка яичника, то их подвижность немножечко ограничена. Нельзя сказать, что параофориальные кисты, например, свободно подвижны. Когда они имеют небольшие размеры и располагаются в верхней части широкой маточной связки, действительно они относительно подвижны. Но когда они имеют вот такие крупные размеры, как показаны, например, на этом рисунке, то в этом случае, конечно, подвижность их сильно ограничена становится. Возраст возникновения параофориальных кист может быть любым, но необходимо сказать, что возникая, например, в молодом возрасте, они растут относительно медленно. Скачки в их размере, скажем, связаны с воспалительными процессами, которые часто наблюдаются именно в молодом возрасте, в репродуктивном возрасте. И в других возрастах они могут быть, но имеют небольшие размеры. Но в течение жизни, к сожалению, их размер может только увеличиваться. Если происходит очередной какой-то провоцирующий момент, провоцирующий эпизод в жизни женщины, например, очередной воспалительный процесс, то в этом случае размер становится еще больше. И в итоге к зрелому возрасту, к позднему репродуктивному возрасту, к возрасту 40 лет, они становятся достаточно крупными. Иногда могут вызывать какой-то определенный дискомфорт, и женщина обращается, проводится обследование, и могут быть выявлены эти образования. Если же пациентка проводит, например, просто профилактически для себя, без всяких жалоб, ультозвуковое исследование, то такие параврельные кисты могут быть обнаружены у достаточно молодых пациенток. Тогда, когда они еще не имеют никакой клиники, тогда, когда их еще очень сложно обнаружить при обычном экологическом исследовании, биомануальном, и тем более в детском возрасте, например, но с помощью УЗИ случайно, как случайную находку, их действительно можно обнаружить у женщин любого возраста. Достаточно крупными они становятся у женщин в среднем и позднем репродуктивном возрасте, у девочек и у молодых женщин, они, если и есть, то имеют небольшие размеры. Давайте перейдем к следующему разделу нашей лекции и поговорим об истинных опухолях яичников. Еще раз напоминая о отличительных особенностях различных образований структур яичника, подчеркну, что в отличие от кист, истинные опухоли растут за счет пролиферации клеточных элементов. Некоторые истинные опухоли растут в том числе и за счет накопления жидкости. Помните, я говорил о том, что некоторые истинные опухоли, похожие на кисты, назывались раньше кистомы, и они действительно главным образом растут за счет накопления жидкости. Но в любой опухоли, будь то цистоденома, это то, что раньше называлось кистома, будь то солидные опухоли без жидкостных включений, такие как, например, грумлезоклеточная опухоль или такой классический пример, например, фиброма яичника абсолютно без жидкости, они растут только за счет пролиферации клеточных элементов. Но пролиферация клеточных элементов есть всегда. Этиология возникновения истинных опухолей яичников до конца неизвестна. В настоящее время рассматриваются несколько теорий, которые, может быть, объясняют появление части истинных опухолей яичников. Ранее достаточно часто говорили о том, что истинные опухоли могут появляться из кист, например, эпителиальные опухоли из фолликулярных кист, когда фолликулярные кисты получают, например, эпителиальную выстилку изнутри. Но эта теория, она так и осталась теорией, она не нашла практического подтверждения. А вот другая теория, она все больше и больше приобретает популярность и в настоящее время является ведущей теорией для объяснения причин появления эпителиальных опухолей. Это так называемая теория инвагинации покровного эпителия яичника или теория инвагинации эпителия маточной трубы. Давайте поговорим чуть подробнее об этой достаточно интересной теории. Если говорить об эпителии и о формировании эпителиальных опухолей, то необходимо понимать, что для того, чтобы такая опухоль сформировалась, необходим сам эпителий. А где он находится? Он находится на поверхности яичника, и это зародышевый эпителий. И еще одно место, где находится большое количество эпителиальных элементов, это выстилка маточной трубы. Вы знаете, что маточные трубы высланы изнутри мерцательным эпителиям, то есть особый вид клеток, на поверхности которых имеются реснички. И мерцание этих ресничек способствует продвижению оплодотворенной яйцеклетки в сторону полости матки. Так вот, оказалось, что часть эпителиальных опухолей яичников высланы мерцательным эпителиям. Это так называемые цилиоэпителиальные цистоденомы. Откуда же берется мерцательный эпителий внутри яичника, внутри этих эпителиальных опухолей? Положили, что этот эпителий может возникать в результате проникновения эпителия, выстилающего маточную трубу и находящегося на поверхности фимбрии, и через овуляторное отверстие, возникающее в результате овуляции, он проникает, скорее всего, в полость фолликула первоначально, но отчасти может проникать также и в строгу яичника, в корковый слой. Когда нам стали доступны лапароскопические технологии, во время лапароскопических операций мы видим, что у женщины в середине менструального цикла маточная труба и яичник взаимодействуют. И воронка маточной трубы достаточно плотно обхватывает яичник в том месте, где происходит овуляция. И сама овуляция происходит не просто в брюшную полость, например, или куда-то, так скажем, на поверхности яичника. Овуляция происходит в просвет воронки маточной трубы. И, конечно же, вот такое нахождение яичника внутри маточной трубы, какой-то промежуток времени, приводит к плотному контакту между поверхностью яичника и эпителиальной выстилкой маточной трубы. И, конечно, часть клеток, выстилающих просвет маточной трубы, мерцательных клеток, клеток мерцательного эпителия, может проникать внутрь яичника и потом приводить к формированию в этом месте замкнутых полостей, выстиланных типичными для маточной трубы клетками. По одному предположению, именно таким образом возникают цилиоэпителиальные цистоденомы, то есть эпителиальные опухоличников, выстиланные мерцательными клетками мерцательного эпителия. По другому предположению, происходит инвагинация, то есть погружение внутрь покровного эпителия яичника. Покровные эпителиальные клетки, клетки зародышевого эпителия, погружаются внутрь яичника по разным причинам. Это может быть тоже следствие овуляции и небольшое рубцевание ткани в строме. И за счет вот этого рубцевания части поверхности яичника втягиваются внутрь стромы и части могут отпочковываться, превращаться в замкнутое образование, высланными эпителиальными клетками. Еще одно предположение, поддерживающее данную теорию, это то, что клетки зародышевого эпителия, покрывающего яичник на поверхности, они сохраняют определенную мультипатентность. То есть они могут превращаться в эпителиальные клетки другого вида. Находясь за пределами поверхности яичника, возможно, они могут становиться клетками, напоминающими эпителий, например, полости матки. Вот такая теория, она очень хорошо объясняет формирование муцинозных цистоденом. То есть это другой вид эпителиальных эпохолей яичников, которые высланы уже не мерцательными клетками, а клетками железистого эпителия. Каким образом клетки железистого эпителия могут оказываться внутри строма яичника? Ну вот одно из наиболее таких актуальных предположений, это то, что это клетки зародышевого эпителия, которые дифференцировались внутри яичника, после инвагинации уже, в клетки железистого эпителия. Вот такая интересная теория. Эта теория существует в настоящее время, и эта теория находит, в общем-то, свое применение, в том числе в вопросах возникновения эпохолей яичников. Считается, что удаление маточных труб у женщин из группы высокого риска по возникновению злокачественных эпохолей яичников может привести к снижению риска возникновения эпителиальных эпохолей яичников, в том числе и злокачественных форм этих эпителиальных эпохолей, то есть рак яичников. Кроме этого, эта теория немножко объясняет причину того, почему рак яичников встречается чаще, чем рак маточной трубы. Маточная труба является, пожалуй, одним из немногих органов в человеческом организме, в котором злокачественные новообразования возникают как казуистика. То есть крайне-крайне редко. А яичник, с другой стороны, является органом, в котором злокачественные новообразования встречаются достаточно часто. Не на самом последнем месте находится рак яичников среди всех злокачественных новообразований, которые возникают в органах женской репродуктивной системы. Так вот, скорее всего, это связано с тем, что рак яичников в части случаев – это реализуемый в другом органе рак маточной трубы. То есть эпителиальные клетки маточной трубы озлокачественляются, находясь в яичнике. И поэтому рак маточной трубы встречается редко, а часть случаев рака яичников – это не что иное, как реализованный рак маточной трубы. Вот такое интересное представление существует в настоящее время. Ну и еще одно, что связано с этой теорией, то, что необходимо понимать, это то, что такое попадание эпителиальных клеток внутрь струма яичника, независимо от того, как возможно это происходит, либо с поверхности маточной трубы, либо с поверхности яичника, например, зародышевый эпителий, это возможно только у женщин репродуктивного возраста. То есть для этого нужна овуляция. Либо это попадание вот таких вот клеток мерцательного эпителия маточной трубы через овуляторное отверстие, либо это втягивание поверхностных клеток, клеток поверхностного эпителия яичника внутрь струма яичника, тоже как следствие произошедшей овуляции. Ну и в качестве профилактических мероприятий, понятно, здесь могут выступать все методы, которые препятствуют возникновению овуляции. Например, гормональная контрацепция достоверно снижает частоту риска рака яичников. Почему? Вот эта теория объясняет почему. Потому что гормональная контрацепция блокирует овуляцию, а если нет овуляции, то, соответственно, нет и инвагинации эпителия внутри яичника. На этом мы закончим нашу первую часть этой лекции, а на следующей лекции, во второй части, мы поговорим уже об отдельных видах истинных эпохолей яичников, доброкачественных и злокачественных форм. Спасибо за внимание. До следующей лекции. Спасибо.